Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным». Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии, конечно, приветствуются. Сегодня в гостях, не в студии, но здесь, в городе Самаре, со мной пастор церкви, Престырянской церкви города Тулы, Андрей Балаев, приветствую вас. Вот мы встретились на Самарской земле, калужанин на Туляк. Точно. И не совсем обычная ситуация нас привела сюда. Вы видели, наверное, на нашем канале, мы рассказали историю вашей Престырянской церкви. Вот я приехал в Самару и узнал, оказывается, что церкви-то совсем немного протестантских здесь. И уж тем более такая, ну, древняя литургическая церковь, как Престыряни. И сейчас, ну, в таком, я не знаю даже, как обрисовать ситуацию, когда храм идет под снос в таких обстоятельствах. Что вы думаете, почему это происходит, кому это надо? Давайте поговорим на эту тему. Но сначала, для наших зрителей, давайте хотя бы о себе немножечко. Зовут меня Балаев Андрей. Родился я в городе Туле. Воспитывался у политической карты мира моим героическим дедом. Поэтому ничего удивительного нет, что после 8 класса я поступил в Суворовское военное училище, Московское. После него закончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище по специализации воздушно-десантных войск. Служил в воздушно-десантных войсках, два года в Афганистане, имею боевые награды. Ну и закончил свою службу в звании майора. И сейчас я офицер запаса. Я родился в атеистической семье. Я никогда не думал, что я буду христианином, тем более служителем. Но так случилось, что Бог постучался в мою жизнь. И это было время, когда то, что планы или те перспективы, которые я сам строил для себя, они разрушились. И об этом можно много говорить, у каждого из нас есть своя история. Но в мою жизнь Бог пришел тогда, когда у меня не было ответов ни на какие мои вопросы. И к нему я обратился как к соломенке. И он нашел меня. Я искал его везде, но он привел меня в Евангельскую церковь, где я уверовал. И потом я начал учиться в Московской Духовной Академии Пресвятерианской. И это то, что мне нравилось. Я разделяю и эту позицию, это управление. И, наверное, хочу немножко рассказать о Пресвятерианской церкви, что это такое. Но тем более на территории России Пресвятерианской церкви уже несколько столетий. Да, с 19 века на территории России начались Пресвятерианские церкви. Они, может быть, не столь распространены, как другие у нас конфессии. Но, тем не менее, это то, что у нас в России достаточно долгое время в разных местах оно есть. И оно распространяется. Сейчас у нас существует Союз Христианских Пресвятерианских Церквей, который в соответствии с нашим российским законодательством зарегистрирован. Мы являемся членами Консультативного Совета Глав Пресвятеранских Церквей. Поэтому мы в тесном сотрудничестве со всеми другими протестантскими конфессиями. И имеем свое место и свою часть. И мы рады тому, что наше сотрудничество и взаимосвязь развивается. И мы верим, что это приятно, во-первых, Господу. И мы видим в этом успех. И даже то, что сегодня мы здесь, и с разных городов, с разных конфессий, это тоже говорит о том, что мы едины. И это не просто написано в Библии, а мы это можем переживать на практике. Пресвятеранская Церковь, у нее есть свое устройство. Я не буду сейчас говорить много об этом. У нас есть свои... Ну, кому как не вам. Вы же возглавляли одно время. Да. Но если это будет интересно нашим зрителям. На самом деле, о Пресвятеранской Церкви можно почитать или посмотреть в интернете достаточно много. Но там есть некоторые особенности своего богословия, которое имеет свои корни в Библии, в Священном Писании. И больше это касается, наверное, устройства внутренней жизни Церкви. И есть свои особенности. Но мы с уважением относимся к устройству и вероисповеданию других христианских конфессий. И не только. Потому что верим, что у каждого человека есть право выбора. И то, что ему важно, ему нужно быть честным перед самим собой, перед Богом. И как Господь обещал, что если будем искать его всем сердцем, мы его найдем. Ну, вот вчера мы с вами были на Альянсе. Были представители разных церквей. Были и методисты, и лютеране, и пятидесятники, и баптисты, и, конечно же, пресвятеряне, вот ваша церковь. Мы все вчера и молились, и думали, как разрешить ситуацию вокруг вашей поместной церкви здесь. Я знаю, я разговаривал с Сергеем Сергеевичем Синяковым. Он объяснил, что вот это здание, оно строилось вообще для пресвятерии. Для всего этого региона, где бы находили и приезжали. Вот как сегодня мы видим, люди приезжают сюда, чтобы поддержать, молятся здесь за храм. Вы видели единство, вы видели, что все евангельские протестантские церкви объединились сегодня в молитвах и в своем желании каким-то образом помочь этой церкви. Вот как дошло до того, что церковь под снос идет? Почему это так? Опять повторяю свой вопрос. Пытались вы понять на пресвятерии, кому это выгодно. Вот вы боевой офицер, вы прошли Афгану. Но кому мешает в Самарской области небольшая, будем честными, по численности церковь, пресвятериян в этом городе, красавец город на Волге. Я первый раз здесь погуляли, посмотрели набережную, город строится, город удивительный. Сказали губернатор, вот сменился, но он местный и очень много вкладывается сейчас и в свой город. Мы тоже не знаем, знает ли он или не знает о том, что происходит, что чиновники вытворяют здесь. Ваше мнение? Ну, конечно же, мы следили за той ситуацией, которая уже развивается не первый год. И мы с уважением относимся к тем законам нашего государства, в котором мы живем. Мы граждане, конечно. Да, мы граждане и мы, как служители, учим своих людей в церкви быть законопослушными, мы молимся за власти. Мы стараемся делать так, чтобы наши люди, они были полезными членами общества. И наше воспитание, которое, как и все христиане, по крайней мере протестантские конфессии, я точно знаю, они очень много уделяют внимания благочестивому образу жизни. И, кажется, радоваться должны власти наши светские тому, что становится все больше людей, которые лояльно или даже активно поддерживают власти в развитии, которые президент говорит, которые в законодательстве нашем развиваются. И мы стараемся включаться по мере своих сил. И когда встречается вот такое странное, прямо сказать, парадоксальное отношение, для нас это тоже немножко непонятно. Когда появились первые такие звоночки, сразу хочу сказать, мы верим в нашу законодательную систему, мы верим, что нужно идти законным путем. Поэтому мы нашли юристов, которые помогали пастору этой церкви идти с законным путем, и первые суды, которые они были, они были в пользу церкви. Что потом изменилось, мы до конца знать не можем. Но на протяжении всех этих лет мы видим, как по нарастающей идет непонятное давление на церковь. Мы до конца не можем понять и знать, откуда это происходит. И мы понимаем, что всегда есть между светской властью и духовной, которая имеет церковь, некая такая грань, где нам нужно найти взаимопонимание. Нам хочется верить, что все-таки это какое-то недоразумение. И с другой стороны, мы думаем, что, может быть, даже губернатор Самарской области, он даже не в курсе того, что происходит. Возможно. Потому что очень часто решения принимают, дать какую-то делу ход, дойдет ли это до ответственных лиц или нет. Это люди, которые занимают ниже стоящую должность, которые думают, важно это или не важно. Поэтому я думаю, что вот исходя из нашего сегодняшнего интервью и вот этой нашей озабоченности, которую, может быть, услышат, мы хотим призвать власти Самарской области к тому, чтобы мы могли найти точки соприкосновения и цивилизованное решение этого вопроса. Потому что как пастор церкви, как мы, как законопослушные, повторюсь, граждане, мы хотим на законных основаниях, если что-то нужно исправить, мы готовы, хотим исправить. Мы идем навстречу. И мы ожидаем, что такие же шаги навстречу к нам будут сделаны со стороны светской власти. Потому что у нас одно дело, мы строим наше гражданское общество. Для этого у нас есть общее законодательство. И это хорошо, когда мы все вписываемся в него. И, к чему я уже сказал, мы учим наших прихожан. Может быть, настало время уже для встречи с областным руководством. Может быть, ваш президент или епископ начальствующий, я не знаю, кто у вас сейчас, на данный момент, может быть, уже пора бы попросить навстречу и объяснить позицию церкви. Вы же понимаете, что чиновники донесут информацию так, как они понимают. Не хочу говорить, как кому-то выгодно, но очень часто смотрим на нашу страну, всегда чьи-то интересы есть. Мы не понимаем здесь, на этом маленьком клочке земли, чьи интересы могут быть вдоль трассы. Церковь стоит, красивый, конечно, микрорайончик, частный сектор. И церковь вписалась достойно, очень красиво выглядит. Но вот то, что начали сносить, это, конечно, тяжело. И мы очень рассчитываем на взаимопонимание и хотим этого диалога, потому что мы хотим быть услышанными и сами услышать власть. Потому что для того, чтобы что-то исправлять, нам нужен диалог. Мы хотим этого диалога и очень рассчитываем, что с той стороны сделают нам шаг навстречу. Я сказал, с той стороны, хотя мне не хочется говорить с той стороны. Мы же одно общество. Мы на одной стороне. На одной стороне. Поэтому я надеюсь, что недоразумение, назовем это так, которое есть в данном случае, можно разрешить так, чтобы это было к созиданию и устройству нашего страны, общества, в том числе на Самарской земле. Мы знаем, что есть уже судебные решения, несколько судебных решений. Но что мы можем предложить на этой встрече? Могла бы церковь предложить какой-то мирный исход, мирный договор подписать с городскими властями? Я так понял, они стоят за этим иском на снос. Две стороны – город и церковь. Что бы церковь Престерянская могла предложить городу? Какой выход сложившийся? Мы как раз хотим этого мирового соглашения. Мы хотим, как я уже обращал внимание, этого диалога. Мы ищем этого диалога. Мы хотим смотреть глаза друг в другу. Мы хотим понимать друг друга. И я верю, что у нас есть решение. Кроме судебных мы можем найти какое-то мировое соглашение для того, чтобы где-то пойти на определенный компромисс в рамках законодательства нашей страны для того, чтобы действительно прихожане всех евангельских протестантских церквей могли по-настоящему увидеть, что власть-то она действительно народная, что мы одно дело делаем, независимо от того, к какой конфессии ты относишься. И мы действительно верим, что мы один народ, одна страна и движемся в одном направлении. Спасибо большое. Это, наверное, достойный выход был бы из сложившейся ситуации. Тем более церковь всегда выступает миротворцем. И сегодня Пресвитарианская церковь России предлагает городским властям и областным властям Самары вот такой путь мирового соглашения. Церковь готова пойти на какие-то компромиссы. Может быть, что-то изменить в архитектуре. Какие-то найти решения приемлемые. Мы готовы. И не все должно решаться в зале суда. Наверное, же можно сесть за стол переговоров и что-то порешать. Это нормальный цивилизованный путь, тем более с церковью. Мы надеемся, что наши православные братья, митрополит, возможно, услышат это интервью и тоже дадут какую-то оценку. Но ситуация, скажем так, мягко говоря, необычная вообще для России, чтобы оснастили, тем более такую старую церковь, я имею в виду, которая давно уже на территории России, и достаточно старую церковь вообще в протестантском мире, как престорианская. А у нас сегодня был в гостях здесь, в Самаре, сосед по области, пастор престорианской церкви Андрей Балаев. Кроме всего, я должен, наверное, сказать, что мы с вами же еще в одном детском служении, детском подростковом, молодежном служении, царские охотники. Мало кто, может быть, знает из друзей наших о том, что есть такое служение, скаутское движение, которое давно уже идет, и вот в рамках обновления, скажем так, в 60-х годах церковь Божья запустила эту программу «Царские охотники». Это с 6 лет и до 17. И вы, как и я, капеллан являетесь. Да. Какой номер вашего отряда? 0,18. А у нас третий. Мы были в 99-м году одни из первых. Кстати, я капеллан центрального региона. Ну, о царских охотниках мы поговорим чуть позже. Это отдельно, очень важная, хорошая тема. Поэтому я думаю, что мы увидимся еще. Андрей Балаев, майор, запаса, десантник, прошедший Афганистан, награжденный государственными наградами, пастор Кристалянской Церкви. Спасибо. Продолжение следует...